Всем добрый день. Давайте, наверное, начнем наш вебинар. Я приветствую вас на серии вебинаров организованной компании LabTech. Я представляю компанию Carl Zeiss и благодарю LabTech, нашего хорошего и надежного партнера, за приглашение принять участие в данной серии вебинаров. Мы сегодня с вами поговорим о том новом, что появилось в микроскопии и в захвате изображений, в анализе изображений. Сегодня вот эти люди присутствуют на вебинаре. Виктор Сергеевич Локтюшкин, это я. И сегодня со мной Елена Полякова. Она также участвует в вебинаре. Я прошу Елену, если что, подключаться. Если вдруг какие-то будут проблемы, у меня пропадет голос. И так же Елена сможет отвечать на какие-то ваши вопросы, которые вы можете в том числе во время вебинара писать. Она постарается подключиться и тоже написать. Собственно, про вопросы. У вас есть поле вопросов. Можно писать во время и после вебинара. Сюда вопросы. После, соответственно, будет у нас серия вопросов и ответов. Мы постараемся на них ответить. Также есть вариант после самой презентации поднять руку, нажать на кнопочку «Рука». И тогда мы сможем включить на ваше устройство голос. И вы можете задать свой вопрос голосом. Так иногда бывает проще сделать. Ну, мы постараемся уложиться, наверное, минут 50-60. Может быть, даже меньше. И будет небольшой кусочек программы во время вебинара. Там, конечно, может быть, не так удобно будет смотреть на это, если кто-то смотрит с мобильного устройства. Но у нас будет запись вебинара. И если этот кусок заинтересует, можно потом будет просто в записи пересмотреть на большом экране. Давайте начнем. И первое, что нужно сказать, это то, что CASE производит различные микроскопы для материаловедения для всех диапазонов размерностей. И для различных вариантов, для работы с различными методами, с различными увеличениями, с различными разрешениями. Микроскопов действительно много. И начинаются они, скажем так, ну вот с микроскопов для крупных объектов, стереомикроскопов. У нас есть рентгеновские, световые микроскопы, микроскопы конфокальные, лазерно-сканирующие. Ну и заканчивая гелиньон-ионными микроскопами с огромным разрешением. И можно добавить разве что еще слева координатно-измерительной машины, которая также выпускает CASE. Но это уже для таких крупных, больших деталей. Итак, микроскопия для анализа материалов используется на всех диапазонах размерностей, от сантиметров-миллиметров. И где мы изучаем какие-то микродетали, поверхности, какие-то разрушения, коррозию. Если идем дальше, на большее увеличение, на большее разрешение, мы начинаем видеть какие-то включения, фазы. Ну и заканчивая, соответственно, какими-то дефектами. Доходим до атомарного разрешения, где мы можем исследовать дефекты кристаллической решетки. Здесь как раз показаны различные применения для различных методов. И для каждого, получается, для каждого анализа, для каждого диапазона увеличения мы можем использовать соответствующий микроскоп и соответствующую технику микроскопии. При этом на всех микроскопах мы можем, на всех современных микроскопах, мы можем получать изображения, цифровые изображения. И иногда это обычная 2D-картинка, иногда это какое-то 3D-изображение, иногда это, ну вот как в случае химонализа, какое-то мультиспектральное изображение. И иногда нам действительно нужно использовать разные микроскопы, при этом один и тот же образец мы можем посмотреть с помощью нескольких методов микроскопии. Иногда не просто образец, иногда прям какую-то конкретную структуру нужно посмотреть в химоанализе, из чего она состоит, топографию ее посмотреть на конфокальном микроскопе и точно, например, видеть на макроснимке, где находится этот образец. И вот тут как раз у нас может возникнуть ряд проблем. Например, как, собственно, переиспользовать данные об образце, масштабе с разных микроскопов, как соединить это в одно. Далее нам нужно как-то сохранять данные, и обмениваться данными между микроскопами. Так как обычно, ну там каждый микроскоп сохраняет изображение в своем масштабе или на разные носители. Далее, если мы говорим об исследовании одного образца на разных микроскопах или, например, об исследовании одного и того же образца, просто там одну фотографию мы делаем до испытаний, вторую фотографию после испытаний. Нам нужно в одну и ту же структуру фактически сфокусироваться и посмотреть, как она менялась в процессе испытаний. Так вот, нам хочется, естественно, как-то воедино эти данные слить. Определенную сложность также представляет и, собственно, поиск изображений. Если у нас уже накопилась какая-то база данных, хотелось бы иметь какой-то инструмент, собственно, саму базу данных, какой-то инструмент поиска по этой базе данных и фильтрации. И если речь идет о какой-то лаборатории микроскопии, то есть когда у нас много микроскопов в одном месте собрано или это какая-то распределенная лаборатория, то есть в разных зданиях даже находятся микроскопы, то хотелось бы обычно IT-службе. В этом случае хочется иметь какой-то единый механизм бэкапа, чтобы не бегать по микроскопам, как-то сохранять все это, иметь какое-то единое хранилище. Так вот, все это можно сделать с помощью программного обеспечения ZEN. Это ПО, сейчас практически все новые микроскопы могут управляться этим программным обеспечением. Давайте на него чуть подробнее посмотрим. Вот так вот может выглядеть лаборатория микроскопии под управлением программного обеспечения ZEN. У нас есть какая-то серия приборов, да, объединенных в одну сеть, сеть предприятий, сеть лаборатории. И каждый конкретный микроскоп с камерой, да, ну или с детектором другого типа, может управляться программным обеспечением ZEN Core. Это модульное программное обеспечение, для которого можно активировать большое количество различных модулей, которые нужны для данного конкретного микроскопа или для данного конкретного рабочего места. Есть модули, например, для автоматизации микроскопа самого, для измерений, для автоматизации измерений, для отчетов, для автоматизации измерений методов машинного обучения. На него мы как раз попозже в конце презентации посмотрим. Модули, например, такие уже более специализированные, как для анализа частиц или для анализа промышленной частоты изделий или жидкостей, модули для анализа металлических включений, баллозерна, чугуна. Есть модули контроля качества, да, по стандартам GMP или GLP. Но я могу сказать, что даже вот в бесплатной версии вот такое программное обеспечение ZEN Core уже много чего может, да, и там доступно большое количество захвата, методов захвата и обработки изображения. Если мы посмотрим, ну вот скажем, на такую отдельно стоящую станцию, у нас есть еще программное обеспечение, NeoPixel называется, для измерения деталей. Это ПО пришло к нам от координатно-измерительных машин с оптическим сенсором, но его теперь можно подключать и к микроскопу и автоматизировать измерения деталей на двумерных изображениях. Программное обеспечение само находит границы деталей, само определяет эти границы, само определяет границы нужных элементов и автоматически выводит измерения нужных геометрических размеров. Естественно, можно сразу вывести все это отчет и даже послать потом в информационную систему предприятия. Также есть на отдельно стоящий компьютер можно установить программное обеспечение ZenAnalyzer. Это в принципе та же самая версия ZenCore, но офлайн-версия. Она не требует подключения к микроскопу, но может делать все то же самое. То есть измерения, анализ, металлические включения просто на отдельно стоящем компьютере. Когда не хочется занимать микроскоп, то есть занимать программу на микроскопе, тем самым занимая микроскоп, вот можно поставить такое, продублировать фактически программу, поставить ее на отдельно стоящий компьютер. У нас есть ZenConnect. Это не отдельный, это модуль, который как раз ставится либо на ZenAnalyzer или на ZenCore. И как раз с его помощью можно коррелировать, то есть сливать изображения с разных микроскопов в одно единое пространство, в одно единое изображение. На результат работы этого модуля мы тоже сегодня посмотрим в программном обеспечении, потому что тут лучше, что называется, посмотреть на это, чем услышать. Ну, примерно оно вот так работает. У нас есть какой-то образец, и мы его снимаем на одном микроскопе, открываем изображение, на другом микроскопе выбираем нужное место. Микроскоп сам, если у него есть моторизованный столик, сам фокусируется в нужное место, находит этот образец. И мы можем сфотографировать на другом микроскопе то же самое место и получить такое вот коррелированное изображение. Вот на примере здесь есть какая-то металлическая частица на мембранном фильтре, которая была найдена в световом микроскопе. А далее координаты автоматически перенеслись вместе, естественно, с фильтром, автоматически перенеслись в электронный микроскоп. На электронном микроскопе было получено высокое разрешение изображения топографии этой частицы, и в том числе сделан химанализ. И мы получили такое скоррелированное изображение. И, естественно, ZenConnect, он сливает вот так в одно целое вот эти разные изображения с разных микроскопов. Что еще есть? Есть модуль Z-Party Import. И на случай, если в лаборатории есть микроскопы других производителей, то с помощью вот этого модуля можно забрать эти изображения в программное обеспечение Zen. Причем речь идет не просто о самих изображениях. Ну, понятно, наверное, в JPEG можно экспортировать и с любого микроскопа перетащить изображения. Но речь идет в том числе о дополнительных данных, которые обычно есть в изображении. Например, масштаб, тип детектора, если флюоресценция, длина волны флюоресценции, ну и многое другое. В современных изображениях очень много вот этих дополнительных метаданных в изображениях. И вот их мы тоже можем перетащить в программное обеспечение Zen. Этими данными можно будет впоследствии в программном обеспечении Zen точно так же пользоваться в ходе анализов, измерений и поиска по этим данным. Естественно, раз уж, собственно, речь идет о такой сети микроскопов, часто требуется какое-то серверное решение. И вот как раз модуль Zen Data Storage можно установить на сервере. В этом случае микроскопы будут подключаться к серверу в сети и сохранять туда изображение или получать с сервера информацию о нужных протоколах и настройках. То есть у нас получится такое некое единое хранение всех-всех данных. Ну и, естественно, IT-служба будет особенно рада такому решению, потому как производить резервное копирование данных и настроек намного проще на сервере. Это такое единое действие, чем, соответственно, на каждом отдельном микроскопе в лаборатории. Также на сервере можно настроить пользователей и права доступа пользователей к различным микроскопам или к различным протоколам измерений, если это необходимо, конечно. Он поддерживает многопользовательский режим. Если у нас есть такой сервер, то к серверу можно подключаться в том числе с любого устройства, будь то планшет или мобильный телефон под управлением iOS или Android, а также с любого персонального компьютера есть... В браузере есть, может быть, страничка создана, на которую можно выйти через любой браузер и, собственно, подключиться к базе данных и просматривать изображение. Это, конечно, не заменяет в полной мере самого программного обеспечения, потому что там, естественно, можно делать намного больше в плане измерений, анализов. Но вот просматривать данные с любого места в мире можно, подключаясь через этот модуль. Да, собственно, вот таким образом у нас выглядит лаборатория микроскопии под управлением ZEN. А давайте теперь посмотрим, собственно, на... Я сейчас переключусь как раз на программное обеспечение. И вот у меня сейчас здесь открыт модуль ZEN Connect. Пример вот такого корреляционного изображения. Здесь получено в трех режимах на цветовом микроскопе аксиозумно-электронном микроскопе изображение в большом разрешении, ну и плюс сделан химанализ в нескольких местах. И вот смотрите, да, то есть примерно, примерно здесь такой интерфейс, примерно как на Google карте. То есть когда у нас каждое изображение, оно как бы не окончательно вклеивается в изображение, а изображения хранятся отдельно, но они просто привязываются по координатной сетке к соответствующим пространственным координатам. И мы можем спокойно вот такое большое скоррелированное изображение просматривать и включать-выключать какие-то элементы. Если, например, да, нас заинтересовало какое-то изображение, мы можем, во-первых, на него посмотреть. Можно, соответственно, да, какие-то отключить, да, изображения. Если нас изображение заинтересовало, мы можем, соответственно, его, естественно, так как оно хранится, вот эти все изображения, они хранятся таким пакетом, да, в том, что называется, в неком проекте. Вот, естественно, мы можем, если нужно какое-то конкретное отдельное изображение, мы можем его всегда открыть, обратиться к нему вот таким образом. И вот если нам это заинтересовало, можем померить, например, не знаю, там толщину, толщину слоя. И, естественно, можем вернуться. Вот в таком режиме удобно хранить изображение. Сейчас прогрузится. Удобно хранить изображение. То есть они окончательно не сливаются в некое единое целое, а как бы вот существуют так в привязке всего лишь к неким пространственным координатам. Естественно, если у нас есть какой-то моторизованный столик на одном из микроскопов, мы можем сегодня здесь посмотреть, здесь организован каждый процесс получения изображения организован в виде сессии. То есть мы, допустим, через некоторое время пришли, снова взяли этот же самый образец, запустили новую сессию на любом из микроскопов, на которых стоит это программное обеспечение, и открыли это изображение, выбрали какую-нибудь новую деталь, которая нас интересует, нажали на нее двойным челчком, и моторизован столик сам приехал в то самое место, которое нас интересует. И мы можем опять в этом месте получить новые изображения, добавив их в этот же проект, потом отнести, например, этот же образец на какой-то другой микроскоп и в этом же самом месте, например, получить химанализ, если это интересно. Вот так выглядит корреляционная микроскопия в программном обеспечении ZEN. Вернемся в презентацию и посмотрим еще на один кусок программного обеспечения. На анализ изображения, причем на анализ изображения с помощью машинного обучения. За это отвечает, собственно, модуль ZEN Antillesis. Но вот анализ изображения, как его определяет в Википедии, это процесс извлечения важной информации из изображений. С помощью анализа изображений мы можем ответить, например, на такие вопросы, какой у нас тип и фазовый состав нашего образца, какое процентное соотношение того или иного, той или иной фазы, какой размер зерен, форма зерен, форма включений, ориентации можем определять структуры, считать пористость и так далее. То есть вот такие вопросы мы можем задавать относительно нашего объекта. И при этом в процессе работы нам в итоге нужно не само изображение, а как раз информацию. То есть нам эту информацию нужно вытащить из изображения либо в виде таблицы, либо в виде какого-то значения, процентного содержания или гистограммы распределения, процентного состава. Или мы можем говорить о каких-то стандартах, по которым мы работаем, тогда итоговая информация, которую мы получаем, например, балл зерна, она, например, сразу выдается, или класс частоты, она сразу выдается в видеотчета. И чтобы получать такую информацию быстро и удобно, нам, естественно, понадобятся автоматические измерения, потому что, ну вот даже, не знаю, там посчитать количество включений на одном изображении, я как-то пробовал, но это, правда, вручную занимает минут 10. То есть если у нас стопали зрения, ну, в общем, можно представить, насколько это все долго. И давайте взглянем на стандартный этап анализа изображений. Это захват изображения, ну, если это какой-то, допустим, рентгеновский микроскоп, то с последующей реконструкцией, это обработка изображений, это сегментация изображения и анализ и вывод данных. Причем обработкой изображения мы занимаемся, ну, не просто так, для облегчения сегментации, поэтому ее часто, их часто, некое единое целое сливают. И давайте вот на примере посмотрим, да, это входное изображение. У нас есть изображение каких-то монеток, да. Мы его, допустим, как-то обрабатываем, уменьшаем разрешение, уменьшаем разрешение, чтобы нам проще было его сегментировать. И, собственно, сегментируем изображение. И далее уже программа, да, зная, что вот это вот наши объекты, как раз искомые, выдает нам по этим объектам нужную информацию в виде там таблицы или какого-то графика. И вот нужно отметить, что как раз сегментация изображений является самой сложной частью всего этого анализа изображений, ну, потому что выделить, да, и показать программе, что является нашим объектом, а что нет, это самая сложная часть, а то, что до и после, это на самом деле не так сложно. Почему, да, вот она такой является, почти всегда является таким камнем преткновения в процессе работы. Сегментация сложных объектов – непростая задача, да, и иногда нужно придумывать сложные алгоритмы для анализа. Но чтобы это сделать, нужно хорошо разбираться в анализе изображений, а многие, кто использует микроскопию, не эксперт в анализе изображений. Объекты могут иметь слабый контраст или быть зашумлены, или быть очень слаборазличимы, да, на фоне, на фоне какого, на каком-то фоне. Работа с, ну, реже с RGB, чаще с многоканальным изображением может быть достаточно сложной, ну, просто потому что там глаз человека, начиная с четырех и более каналов, уже довольно сложно, да, воспринимать просто эту информацию нам, если мы смотрим на нее глазами. Иногда бывает сложно работать с текстурой объекта на изображениях с высоким разрешением, да, нам приходится бегать по изображению, приближать, отдалять, вот, чтобы мы могли различить текстуру. Если мы переходим, наоборот, от автоматических измерений к измерению по изображению, ну, с помощью человека, да, руками, то результат таких измерений, ну, он сильно подвержен ошибке оператора, и фактически мы, если что, мы меряем вот руками, мы в том числе, как бы, меряем нашу способность, нашу способность рисовать, да, вот, рисовать измерения, да, если мы это делаем неправильно, ну, у нас появляется довольно большая ошибка. Ну, и в итоге нужно, получается, такая ситуация, что хорошо бы, чтобы для нас кто-то этот алгоритм сделал, или сделал программу для автоматических измерений, ну, или в каком-то случае найти где-то описание алгоритма и его тоже как-то запрограммировать, да, это, ну, вот, чаще всего бывает проблем. Давайте взглянем вот на примере, да, типичное изображение ферритной стали, ферритной стали с перлитной фазой. Если мы попробуем посчитать процентное содержание перлита обычными методами и начнем выделять перлитную фазу, то у нас, в принципе, это получится, да, то есть если мы гистограммы будем выделять, но в обсчет этой фазы одновременно попадут и различные включения, и границы зерен. Это происходит потому, что по цвету, да, по градации серого, или, иначе говоря, по яркости, границы зерен и различные включения, и перлит, они совпадают, да, вот по яркости. И тут придется либо, ну, например, подготовкой, да, травлением добиваться достаточного контраста или как-то придумывать вот эту как раз предобработку изображения или постобработку, чтобы как-то убрать, да, эти артефакты. Но смотря в окуляры, да, вот еще раз, смотря в окуляры, мы обычно же глазом можем, да, отличить, что вот это перлит, а это как раз включение, да. Вот тут нам как раз поможет машинное обучение, да. То есть если бы компьютер мог бы так же учиться на примерах, как и человек, вот, то было бы, естественно, намного проще. Да, это упростило бы нам жизнь, и мы могли научить программу самим решать, решать, какие применять настройки в анализе изображения, просто участь на примерах. Так же, как это происходит, когда и мы, собственно, решаем задачи. Да, вот, например, да, как мы отличаем яблоко от апельсина. Ну, нам кто-то в детстве сказал, что вот это вот яблоко, да, вот это апельсин. Ну, а дальше по факту мы уже сами смотрим на яблоко, смотрим на апельсин, да, понимаем, что яблоко такого цвета, такого размера, форма, да, у них разная, текстура разная, блеск разный и так далее. Ну, мы по факту, мы как бы сами учимся находить те свойства объекта, ну, по которым мы делим на классы таким образом объекты. И примерно так же работает машинное обучение. Мы показываем программе вот это один класс, вот это другой класс, давай, работай. Вот, если не получилось, то повторяем обучение, обучение заново. И вот как работает, собственно, да, уже внутри, внутри модуль IntelliSys, программное обеспечение Zen. Из нашего некого массива входных изображений мы выбираем какое-то изображение, несколько изображений для тренировки. мы, ну, как бы ручками, да, то есть с помощью мышки закрашиваем те места, которые, ну, мы говорим, что вот это вот один объект, да, мы закрашиваем его, говорим, вот это другой объект, закрашиваем его. И после чего нажимаем кнопку «Тренируйся». И программа сама уже вытаскивает из изображений те свойства, по которым она будет, соответственно, определять объекты, сама строит дерево решений, по которым она будет определять объекты, и в результате у нас получается, то есть мы в этом не участвуем, да, у нас получается некая такая обученная модель. Ну, а дальше эту модель можно просто применить уже ко всему, ко всему объему изображений, да, уже программа автоматически сама вытаскивает нужные, опять же, свойства, классифицирует и строит нам в итоге сегментированное изображение. А дальше, когда изображение у нас сегментировано, в общем, мы дальше выбираем просто те параметры, те геометрические, например, размеры, которые хотим посчитать, и, в общем, нажимаем «Ок», и нам строится там график, если нам нужны таблицы или гистограммы распределения. Собственно, почему вот это так работает хорошо, да, в отличие от, в отличие от обычной, скажем, машины обучения, почему работает так хорошо, в отличие от классических методов автоматизации измерений. У нас есть изначальное изображение, и каждый пиксель этого изображения содержит информацию о яркости объекта, да, в каждой конкретной точке. В цветном изображении, в данном случае, черно-белое изображение, в цветном изображении у нас есть три канала по каждому цвету. Но мы можем дополнительно прогнать это изображение через некоторые фильтры, например, фильтр Гаусса, фильтр размытия, фильтр усреднения, фильтр детекции границ и так далее. И если мы будем рассматривать соответствующие пиксели на выходе из этих фильтров, то они дадут нам информацию не только о данном конкретном пикселе, но и о соседях в результате. То есть фильтр Гаусса даст информацию о соседях, фильтр, допустим, Собеля даст информацию, находится ли данный пиксель на границе или нет, ну и так далее. В итоге, да, в итоге мы получаем некий такой, не просто информацию о яркости в каждом пикселе, но некий такой вектор свойств в каждом пикселе. И вот таких свойств может быть очень много. На выходе мы вместо одного значения интенсивности получаем, ну вот для одного канального изображения, черно-белого изображения, аж 34 различных, в одном из вариантов алгоритмов, мы получаем аж 34 различных значений, различных свойств в каждой точке. Таким образом, с каждого изображения, на самом деле, собирается и после используется огромное количество информации, гораздо больше, чем при обычном сегментировании. И уже вот этот вот так называемый вектор свойств дальше используется как раз для тренировки и сегментации. Сейчас мы говорили вот об одноканальном черно-белом изображении. Если мы возьмем просто обычное, да, цветное изображение, RGB изображение с нашей камеры, таких свойств уже будет 102, да, то есть для каждого канала, для каждого цвета программа, соответственно, прогонит точно так же этот алгоритм, да, будет аж 102 различных значений на каждый пиксель. Естественно, этой информации как раз хватает для такого руками, да, то есть настроить алгоритм вручную под это дело, наверное, тоже можно, но он, это такая очень крупная задача, да, машина, собственно, сама это делает в автоматическом режиме, и вот у нее есть как раз вот эта вся информация, необходимая для настройки такого алгоритма. Причем можно сказать, что Intel Lazy сработает на любом железе, да, так что можно поставить его, ну, куда угодно, скажем, на ту, на ту систему, которую использует Windows Pro, да, то есть Windows 10, да, то есть если Windows 10 запускается, ну, скорее всего, вот это вот машинное обучение будет работать на этой машине. Я вот для примера здесь привел конфигурацию моего ноутбука, да, на котором, в принципе, все работает довольно быстро. Видно, что, ну, довольно скромная конфигурация, вот, но тем не менее все работает достаточно хорошо. Единственное, что там есть разные алгоритмы, да, в том числе так называемый алгоритм Deep Features, чтобы он работал быстро. Здесь, конечно, уже нужна мощная машина с мощной графической карточкой, но не обязательно эту опцию применить. Давайте посмотрим, например, да, например, вот мультифазный анализ, который сделан на образце не самого хорошего качества, да, то есть есть какие-то, ну, много артефактов про подготовки. Видно, что машинное обучение лучше справляется с царапанными, грязными, не идеальными образцами, видите, оно все равно способно выкинуть артефакты, ну, и как-то все равно построить, да, вот зерна, и, ну, собственно, потом там посчитать, да, допустим, процентное содержание. Причем можно сказать, что модель можно тренировать так, чтобы она хорошо справлялась с изображением с разной резкостью, да, с разным балансом белого, да, то есть если у нас как-то немножко гуляет вот эта вот цветовая температура, например, мы просто работаем на разных микроскопах, то вот алгоритм можно настроить так, чтобы он был нечувствительен к этому, к изменению как бы цвета, баланса белого. Точно так же можно настроить алгоритм, чтобы он был нечувствительен к яркости, да, то есть один человек поярче включил лампочку, получилось такое яркое изображение, другой потемнее включил, получилось изображение более темное. Вот алгоритм можно настроить, чтобы он был не восприимчив, например, к яркости, да, ну, и это позволяет сделать один алгоритм на большое количество разных абсолютно приборов, да. Машинное обучение, да, вот я сказал, не требовательное про подготовки и качество изображений, менее требовательное, да, чем классическое. Можно использовать любые изображения, то есть 2D, да, 3D, то есть если у нас какое-то 3D изображение, мы хотим вот именно 3D реконструкцию или там 3D процентное содержание смотреть в нашем объекте, то, естественно, это все тоже можно делать, у нас будет трехмерная тогда информация, можно использовать цветные, серые, черно-белые изображения, можно использовать изображения с разных микроскопов, световой микроскоп, электронный, химанализ, да, и так далее. Собственно, про модуль, да, 3D-пать я уже сказал, то есть можно подтащить с помощью этого модуля изображения с микроскопов сторонних производителей. И давайте вот еще посмотрим на, например, здесь тоже сталь, но стандартным методом окрашивания фаз достоверно определить содержание вот такого, здесь слегка желтоватого, слегка желтоватой фазы, это структурный мартенсит, очень тяжело, да, потому что, ну, фактически он вместе с ферритом, ну, не получается вот эти две фазы разделить, да. С помощью же метода машинного обучения довольно легко, вот у меня получилось натренировать эту модель, да, то есть здесь как раз показано вот такими раскрашено изображение, здесь я показал программе примеры одной и другой фазы, вот, и фактически там буквально за 2-2 итерации тренировки довольно хорошо получилось, собственно, результат, довольно хорошо получилось выделить этот беструктурный мартенсит и чего не получалось делать классическим методом анализа изображения. Ну, естественно, все это дело сразу же тоже можно вывести в протокол и получать, собственно, вот эту уже информацию о процентном содержании различных фаз. В данном случае интересовал беструктурный мартенсит. Давайте еще посмотрим на примеры, например, здесь анализ дуплексной нержавеющей стали. Тут важно точно определять отношение двух фаз, ферритной и устанитной, так как это сильно влияет на свойства, собственно, вот этой дуплексной стали. При этом соотношение может меняться по заготовке, да, то есть по образцу, да, в зависимости от того места, где мы делаем фотографию. И металловеду иногда нужно точно определить соотношение феррит-устанит в каждой, в какой-то либо конкретной локальной области, ну, либо вот это распределение по заготовке тоже нужно определить. Да, для анализа такой стали нужна своя подготовка, нужно подбирать травление, да, и анализ может быть сложен, так как при настройке на цветовую вариацию одной фазы такая настройка, ну, плохо срабатывает, то есть мы вроде настраиваем на одну фазу, для другой плохо срабатывает. И либо появляется большое количество каких-то ненужных включений и мелких зерен. IntelAzis справляется с такой информацией, ну, я бы сказал, с легкостью, да. Ну, вот, как, например, вот на данном примере разница между расчетным значением, расчетным значением обычным методом и с помощью IntelAzis составила 51%, то есть IntelAzis дал 51%, да, а обычным методом дали 46%, да, то есть довольно большой разброс, да, IntelAzis в данном случае намного точнее работает, а вот для данного конкретного измерения очень важно точно знать вот это вот процентное содержание, вплоть до десятых долей. Давайте посмотрим еще. Это минералогический образец, сфотографированный на поляризационном микроскопе. В минералогии часто нужно исследовать различный процентный состав минералов, да, содержание минералов, то есть тоже такой своеобразный мультифазный анализ. И на этой фотографии перид, халькоперид и остаточный жильный материал, тут трудность в том, что в поляризованном свете часто бывает сильный разброс цветов. И вот этот разброс мешает хорошо тоже выделить одну фазу от другой, да, цвета одной фазы присутствуют в цветах, перекрываются цветами другой фазы. Да, собственно, с Энтелезис проблем особых нет, она тоже легко довольно справляется с этой задачей. Еще один пример – это анализ глубины проникновения коррозии. Здесь нужно, ну, вот как раз глубину, фактически вот эти слои, да, разные, нужно отделять один от другого, да, тоже хорошо справляется с этим. Еще один вариант анализа коррозии, по-моему, с электронного микроскопа. Здесь сложность как раз в том, что ведь у нас такая разница скорее в текстуре, да, и текстура довольно разнообразная. Ну, тоже никаких проблем нет. Здесь, например, анализ включений, тоже сильная вариация в структуре, тоже справляется хорошо. Ну, пористость, да, тоже никаких проблем нет, хорошо справляется с порами. Давайте вот еще посмотрим. Тут изображение со светового микроскопа, разные контрасты, напыление покрытый, анализ как раз вот, сейчас скажу, слоев, да, анализ слоев. Здесь, например, так, сейчас, секунду. Здесь на первой фотографии серые цвета, изображение серых цветов, покрытия местами совпадают с серыми цветами материали заливки, да, их, ну, вот, хорошо бы здесь точно тоже определять границу, да, в общем, анализ с этим хорошо справляется. Ну, собственно, на это мы уже смотрели фотографию, а вот ниже немножко другое изображение, это керамика, и тут один слой отличается от другого скорее даже не по цвету, а по, как раз, по текстуре, да, то есть одна такая более рыхлая поверхность, другая менее рыхлая, ну, и, собственно, тут тоже нет никаких проблем в определении этих слоев, различных слоев. Собственно, еще немножко про анализ, про анализ балла зерна, да, он может проводиться как с помощью выделения границ между зернами, ну, или с помощью выделения индивидуальных зерен, вот здесь показано как раз и то, и другое, да, здесь выделены как раз, здесь выделены границы с помощью интеллезиса, дальше это можно закинуть эту сегментацию как раз в обсчет балла зерна. Здесь изображение немного поинтереснее, это изображение цирконевой керамики, оно было получено без предварительной пробоподготовки травления на электронном микроскопе, границы зерен видны, но по полю есть большие колебания цвета, да, уровня серого, но это, собственно, не мешает выделить вот эти границы, измерить размер зерен, а также еще дополнительно выделены были поры и сделано распределение, гистограмма распределения пор по размеру. Здесь показан пример выделения тоже с помощью интеллезиса наночастиц, проблема, ну, вообще, да, частиц, проблема частиц в том, что они образуют конгломераты такие, да, их, ну, вот, то есть сами-то частицы легко выделить, но отделить одно от другой, вот, тогда, когда частицы слипаются, бывает иногда сложно, вот, интеллезис с такими задачами справляется намного-намного лучше, чем классические методы анализа изображения. Вот еще один характерный пример работы машинного обучения, это картинка с электронного микроскопа, да, химанализ, содержание серебра, и мы видим очень зашумленную картинку, вот такая как раз классическая картинка вот с детекторов, с детекторов, с помощью которых мы строим картинки химанализа. Мы видим очень зашумленную картинку и, в общем-то, глазом, да, иногда вот тяжело определить, где здесь зерна, где не зерна. И вот я как раз делал, например, сравнение, сравнение, это классический, как это метод, да, то есть по интенсивности, естественно, ну, никакой информации нормально нет, потому что вот как раз этот шум, он, в общем, как бы каждый всплеск, да, в шуме, он выделяется как отдельный объект, но можно было попробовать как раз натренировать, натренировать программное, программное обеспечение, да, машинное обучение, чтобы он, ну, хоть как-то выделял вот эти зерна, то есть примерно глазом я все-таки их вижу, можно их показать точно так же, машине и, в общем, естественно, результат намного лучше. Действительно, машинное обучение хорошо справляется даже вот с такими зашумленными изображениями. Так, давайте еще посмотрим. Говоря о многоканальных данных, это еще один интересный пример. Здесь, так, сейчас, секунду, это изображение, скажем так, поляризационное изображение, причем, видите, здесь получена серия изображений при разной настройке поляризаторов, да, то есть мы, как бы, да, получаем тоже несколько каналов, но каждый канал, это просто там отдельный поворот поляризатора. Вот эти каналы, да, то есть вот эту информацию машинное обучение тоже можно с легкостью использовать, и если у нас действительно вот разные минералы отличаются друг от друга, вот этим состоянием поляризации в разных каналах, то, в общем, можно, скажем так, добиться сегментации, да, и выделения различных различных минералов, в том числе, ну, которые, скажем так, на обычном, да, изображении светлопольном, в общем-то, и не видны даже. Вот, но зато они вот меняют свое состояние поляризации в различных различных каналах поляризации. Естественно, мы такую, такую, натренировав на каком-то одном кусочке, да, изображение, мы можем, мы можем сделать, потом провести анализ в очень большой площади. Вот как раз пример изображения, там, большой площади шлифа геологического. Была сначала натренированная модель на небольшом кусочке, ну, а потом просто применено, применен анализ вот ко всей площади шлифа, да, вот тут видно внизу масштабная, масштабная линейка, заняла некоторое время, но зато результат, ну, поражает, ну, вот на, для целого шлифа фактически получили сегментацию изображений, нужную нам. Здесь пример, если, скажем так, сравнивалась точность, да, брался один, стабильность работы алгоритма на в разных, с разных, на изображениях с разной точностью, мы примерно уже, вот, например, там, процентов содержания серебра это уже видели, да, но здесь пример в том, что брался один и тот же, одно и то же изображение, один и тот же образец, просто там добавлялся на детекторе шум, вот, и было получено, ну, как бы, изображение вот истинное, да, изображение, попытались пронизовать изображение классическими методами, классическими методами и с помощью крас-энтелезиса и результат следующий, да, то есть показано, что особенно на больших, на больших уровнях зашумленности, да, то есть на сложных образцах либо слабо контрастных машины обучения работают намного стабильнее, да, классические методы довольно быстро на плохих, на плохих образцах на индивидуальных они очень быстро уходят в, показывают большую ошибку, да, до 20%, ну, что, собственно, уже совсем никуда не годится, да, то есть с ростом шума очень сильно падает точность классических методов. Ну, такой еще один забавный пример, значит, было на рентгеноксовом микроскопе захвачено изображение, 3D-изображение мухи, дальше было это изображение сегментировано, чтобы как раз получить 3D-модель мухи, и вот даже она была напечатана потом, вот это изображение на 3D-принтере. Да, вот такое. Собственно, вот эти технологии, да, здесь сверху показаны, которые находятся под капотом программного обеспечения Телезис, это все открытые технологии, здесь никакой тайны и магии нету. В итоге, что мы имеем? Это программное обеспечение имеет простой интерфейс, да, то есть мы просто рисуем на изображении, нажимаем кнопку тренировать, и, в общем, получаем уже результат без настройки какого-то алгоритма ручками. Мы можем сразу же использовать обычную модель для автоматического анализа. И мы можем использовать любые изображения для работы с этим программным обеспечением, да, Телезис, он такой действительно всеядный. Особенно, если учесть поддержку вот с помощью StatePati Imports модуля, да, через этот формат мы можем, через этот модуль мы можем импортировать в Zen изображения даже со сторонних микроскопов и пользоваться ими. Кроме того, IntelS работает с временными сериями, вот как раз Z-Stack'ами, 3D-изображениями, многоканальными изображениями, ну, и так далее. То есть он действительно, в него можно загружать все что угодно. Так, ну, пожалуй, как раз это все на сегодня. Давайте мы перейдем к вопросам и ответам. Я тогда попрошу Лену включиться и зачитать мне вопросы, если они есть. Да, всем, да, здравствуйте всем, вопросов пока нет. Давайте чуть-чуть подождем, может, кто-то включает. Да, подождем, пишите вопросы, если есть, если, ну, как я уже говорил, если вопрос какой-то длинный, да, можно поднять руку и мы включим на микрофон голос и можно его задать голосом. Я вижу, поднятая рука есть у Александра. Давай попробуем микрофон включить. Александр, добрый день. А он, да, он сам отключился, у него отключен микрофон. Да. Да, ну, смотрите, да, то есть в любом случае, то есть у нас будет запись, да, правильно, Лена, вебинар? Да, да, конечно. Его можно будет там потом пересмотреть, а в конце, вот когда вы отключитесь от вебинара, будет три вопроса, попрошу вас на них ответить, только обратная связь, да, вот, а ответьте, в том числе, ну, естественно, можно, если вдруг после постфактум появились вопросы, да, естественно, связывайтесь с нами, мы на них с удовольствием ответим. Тогда, если вопросов нет, то давайте, наверное, прощаться. Еще раз спасибо LabTech за организацию такой серии вебинаров. Вот, если как раз, да, будут какие-то еще дополнительные вопросы или о каких-то кусках, допустим, программного обеспечения нужно поподробнее рассказать, да, связывайтесь, и, в общем, можно будет устроить еще какой-нибудь вебинар. Тогда давайте я останавливаюсь и прощаюсь с вами. Всем спасибо за внимание. Спасибо, до свидания. Да. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok